...починение на едином государстве. Еще раз добрый день, все ученики. Сразу скажу, что многое из того, о чем мы будем говорить в сегодняшней работе, прежде всего будет опираться на особия под редакторами. ...это пособие уже переживает несколько обновлений и переизданий. Здесь вы найдете весь нужный материал для того, чтобы спокойно работать с обучающимися. Итак, мы сегодня говорим о структуре сочинения. И в первую очередь структура сочинения связана с теми критериями, которые заложены в этом случае. В первую очередь от обучающейся требуется определить проблему. Почему я с этого начинаю? Потому что любая проблема, любой комментарий, конечно, связан с проблемой. Это комментарий авторского текста. Итак, какова структура наша иллюстрация, позиция автора, согласие и несогласие с тем, что высказал автор в своей позиции, и два аргумента, подтверждающие собственное мнение. Естественно, логичный в этой структуре, логичен будет вывод. Однако, нужно помнить, что ни одна из частей сочинения не должна представлять собой пересказ исходного текста. Это карается. Смотрим на то, чем мы занимаемся во время написания комментариев. Внимательно еще раз. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарии минимум два примера иллюстрации с прочитанного текста, которые, по вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста. При этом нужно избегать чрезмерного цитирования. А потом уже сформулировать по проблеме и по выводу из комментариев, естественно, позицию автора. Вот таков у нас основной вид деятельности при написании работы. Итак, слово «комментарий». Что же это такое? Толкование, пояснение, замечание, рассуждение. Комментировать проблему – это значит рассуждать по поводу сформулированной проблемы. Обращаю внимание на важные аспекты волнующего автора. Прежде всего, мы должны проследить путь автора, заложенный от проблемы к позиции. Комментирование проблемы, по большому счету, должно показать, насколько правильно экзаменуемый понял весь текст и сумел свое понимание выразить в написании комментариев. Для того, чтобы правильно, безошибочно работать над данной частью сочинения, конечно, в первую очередь нужно обратить внимание на те критерии, которые были заложены в реакции. В первую очередь, за верный, правильный комментарий обучающийся может получить целых три балла. В том случае, если он привел, обращаю внимание, не менее двух примеров из прочитанного текста, важного для понимания проблемы. Мало того, фактических ошибок при этом не допущено. Если же он привел лишь один важный пример, важный для понимания авторской проблемы, то это будет два балла. При том условии, если фактических ошибок нет абсолютно. Если же проблема прокомментирована, однако допущена одна фактическая ошибка в понимании текста, это всего лишь один балл. Ежели больше двух фактических ошибок, то это ноль баллов. Мало того, ноль баллов обучающийся получает и в том случае, если проблема заявлена одна, а прокомментирована другая. Или дан простой пересказ текста, фрагмента. Или вместо комментария предлагается огромный кусок текста автора, цитированных в том или ином виде. Поэтому еще раз надо обратить внимание на то, что требуется при написании комментария. Итак, комментарий пишется исключительно по исходному тексту. И это не разговор около текста. Это конкретный текст, в котором мы находим не менее двух примеров иллюстрации, важных для понимания проблемы. Комментарий, как мы уже поняли, не должен содержать фактических ошибок. И при правильном выполнении можно получить три балла. Однако, если проблема определяется неверно, то и проблема, и комментарии, и позиции автора, и собственные аргументы, все будет оценено нулем баллов. Что же является объектом комментирования? Объектом комментирования, естественно, является сформулированная проблема. Она же определит и направленность комментариев. Внимание следует уделять наиболее важным, значенным частям текста, которые отражают позицию автора и авторскую проблему. Комментарий, пояснение, может быть, текстуальный. То есть, объясняя текст, нужно следовать за автором в раскрытии проблемы. Другой вид комментария – концептуальный. Концептуальный очень сложный в связи с заявленными требованиями авторы на минимум две мысли иллюстрации. Однако, в этом случае, опираясь на понимание проблемы, экзаменуемый должен дать различного рода интерпретации. Однако, как в первом, так и во втором случае, комментарий должен осуществляться с опорой на прочитанный текст. Только в этом случае он будет засчитан в качестве комментария. Мы много уже сегодня с вами говорим о том, что комментарий должен содержать примеры иллюстрации. Что это такое? Под иллюстрацией понимается отражение проблемы исходного текста на основе привлечения текстового материала. Однако, нельзя оформлять эти примеры иллюстрации подобным образом, как на презентации. Пример иллюстрации первый, там пример иллюстрации второй. Потому что перед нами текст. Это ткань. Это сочинение. Все это должно быть введено в ткань сочинения. Логика комментария. Несмотря на любой текст, публицистический, либо художественный, комментарий должен связывать с формулированную проблему, с авторской позицией. То есть, мы знаем проблему, мы знаем позицию автора, уже определили, а комментарий должен как ниточка соединить одну с другим. Должен опираться на текст комментарии, но не пересказывать его. Фактуальная информация текста должна встраиваться в концептуальную. А именно, что делает герой, зачем об этом пишет автор, и к какому выводу автор приходит. Информация встраивается в текст. Некоторые советы позволю вам дать. Не требуется констатация актуальности проблемы и характеристики ее как социальной, философской, нравственной и так далее. В критериях нет баллов, которые бы это оценивали, а это, в свою очередь, в какой-то степени увеличивает риск получения фактической ошибки. Комментарий должен быть развернутый. В этой части сочинения необходимо, обратившись хотя бы к двум микротемам, показать, как автор раскрывает проблемы исходного текста. Комментарий действительно – это развернутая часть. Мы три балла можем получить за этот вид, часть, вернее, сочинения. А поэтому давайте вместе посмотрим. Любой комментарий, как и любой текст, начинается с мысли. Мысль, развитие мысли и вывод. Развитие мысли вряд ли можно предположить возможность его определения в одном предложении. То есть, таким образом, в каждой части комментария, в каждой мысли комментария получается 4-5 предложений. Это вот при самом грубом подсчете. В зависимости от текста получается так или иначе. Кроме того, не советуем в сочинении писать о средствах выразительности. Во-первых, зачастую ребята неправильно определяют средства выразительности, допуская фактическую ошибку. Неправильно определяется роль этих средств выразительности. Это во-вторых. Естественно, зачастую тексты у нас художественные. Как правило, сегодня тенденция к художественному тексту во время проведения экзамена мы видим. Но в этом случае, опять-таки, надо очень внимательно посмотреть, насколько изобразительно-выразительные средства помогают определить авторскую позицию. Этому нужно обучать. Просто так называть их не стоит. Они у нас есть в задании номер 25. Поэтому лишний раз от нас не требуют определения средств выразительности. Чтобы не получился пересказ, надо, естественно, обобщать сказанное и писать о том, что делает автор. Рассуждает, акцентирует, обращает внимание. Если вы указываете, на каких примерах автор раскрывает проблему, напишите, пожалуйста, для чего он это делает. И в таком случае мы переходим, в общем-то, к комментариям. Итак, раскрывая проблему, автор вовсе не случайно обращается к истории жизни героев, которая поясняет читателям. То есть, что делает автор? Обращается к истории. Зачем? С какой целью? Эта история что-то поясняет читателям. На какие-то важные для него мысли обращает внимание. Мы тоже сегодня говорили о том, что способы использования исходного текста могут быть самыми различными. Перечисленные, более общеупотребимые, скажем так. Ссылки на номера предложений. Сегодня тоже раздаются вопросы по поводу того, что возможно ли ссылки на номера предложений, ведь это уровень девятого класса. Это не запрещено. Цитирование, посвенная речь, авторский текст, включенный сложно подчиненное предложение. Использование текста в виде ключевых слов, словосочетаний, а также анализ элементов содержания текста. Обо всем этом немножечко подробнее. Вот так могут выглядеть ссылки на номера предложений. Опять-таки, зачем? С какой целью все это делается? Это также должно отражаться в том случае, если мы опираемся на конкретные предложения. Определяя значение слова «духовность», автор в 15-м предложении использует ряд однородных членов, раскрывающих суть этого понятия. То есть, зачем повторяется, обращает внимание на слово «духовность»? Зачем ряд однородных членов? Потому что этот ряд однородных членов способен раскрыть понятие «духовность». Кроме того, подчеркиваю отношение к книге, Михаил Ассоргин в 21-м предложении использует обращение «возлюбленная». Обращение «возлюбленная» подчеркивает отношение автора к книге. Возможно, цитирование. Автор обращается к весьма важному вопросу. Что есть в духовной жизни? Это самый простой способ цитирования, который ребята часто используют. Бывает и посложнее, и этот способ могут использовать, потому что с данным правилом все были знакомы еще в восьмом классе, поэтому совершенно спокойно в сочинении используется цитирование. «Книга для автора текста стала самым главным в жизни. Первой тягой вдаль, желанием убежать неисследованная страна. Первыми сомнениями, почему так много в мире зла. Первой любовью, я любил и сейчас не забыл, Тургеневскую Асю». Это пример использования материала. Косвенная речь. Важна мысль публициста о том, и дальше подчинительная часть, что духовность прежде всего опирается на внутренний мир личности. Михаил Ассоргин уверен, что книга до конца жизни останется единственной и незаменимой. Тоже очень часто используется детьми в сочинении способа обращения к косвенной речи. Использование ключевых слов и словосочетаний. Пример. Удивительно точно звучат слова великого педагога и человека, убеждающего читателя выбрать то, на что следует направить свои силы. Если предпочесть зло, то воля, убеждает автор, сделает нас слугами тьмы, а силы, обращенные к созиданию, сделают каждого из нас светлым ангелом. Обратите внимание на выделение этих ключевых слов и словосочетаний, которые вместе с цитированием выражают авторскую мысль. Анализ элементов содержания текста наиболее сложный случай, однако он тоже используется и имеет право быть в наших работах. Рисуя образ героя текста, писатель прежде всего обращает внимание читателей на его портрет, в котором подчеркиваются потухшие глаза, нервные руки, затравленный взгляд. Эти детали помогают понять читателям психологическое состояние героя. Опять что и зачем. Это правило используется при работе с любым текстом. На ЕГЭ, как мы видим, представлены тексты публицистического стиля, в которых поднимаются социально-нравственные, актуальные вопросы, проблемы. И художественного стиля, внутренний мир человека. И подходы к работе с разными стилями разные. Обратим внимание прежде всего на публицистический стиль речи. Если посмотреть настроение публицистического стиля речи, то можно заметить, что во вступлении, как правило, заложено начало авторской мысли. И по этой авторской мысли можно определить цель обращения к проблеме. Во второй части, в основной, авторская мысль получает свое развитие. Трактуются события, даются факты, размышления над фактами, над примерами. И обращение внимания авторов, обращение внимания читателя на важность проблемы. В заключение, авторская мысль приходит к логическому завершению. Когда мы смотрим на композицию публицистического стиля речи, то понимаем, что где-то во вступлении, в заключении мы увидим и проблему, и позицию автора. Тогда как основная часть как раз таки будет служить объектом комментария сочинения ребенка. Итак, работа над комментарием. Кто? Автор, фамилия, имя, отчество, писатель, ученый, публицист, философ, педагог. Что он делает? Рассуждает, обращает внимание, с горечью о чем-то говорит, делится своими воспоминаниями, возмущен, не скрывает симпатии, о чем-то автор пишет с нежностью и так далее. Что он говорит и что он совершает автор. А главное, с какой целью. И последняя колоночка, это как раз таки и есть анализ, интерпретация, пояснение авторской мысли. По сути дела, вот структура работы над частью комментария. Автор, что делает, что говорит и совершает, и с какой целью это происходит. Примеры типовых конструкций, которые зачастую помогают ребенку организовать его речь письменную. Зачем, раскрывая проблему, автор обращается к чему-то, вспоминает о чем-то, поводом к его размышлению что-то послужило. Потом мысль развивается, точно так же, как и в структуре вообще текста любого публицистического. Он обращает внимание на что-то, акцентирует на чем-то внимание, размышляет, рассматривает проблему на примере взаимоотношений или что-то, важность чего-то отмечает, изображает, а главное, с какой целью все он это делает. И вывод, в чем автор убеждает своих читателей, говоря о том, либо о другом. Особенность публицистического текста состоит, как правило, в том, мы уже говорили, что и проблему, и позицию мы можем найти уже в готовом виде сформулированное автором. Поэтому, опираясь на позицию, легко понять, какие примеры иллюстрации раскроют эту проблему. Сегодня я буду опираться на сборник, которым пользуюсь в работе, использую в работе. Это русский язык подготовка к ЕГЭ 2018 года. Мы брали отсюда и сочинение которое вы сегодня услышите, это реальное сочинение реальных детей. Я позволю себе прочитать фрагмент этого текста. Я открыл для себя особую сферу жизни, духовную жизнь, особый принцип жизни. Духовность. Духовность не опровергает материальную действительность, а только облагораживает его. Что мне даст свободу и ответ о смысле жизни? Размышления над этими вопросами перевели меня к нынешним моим убеждениям. Не забудьте, молодые люди, наука создает и совершенствует материальный мир. Но люди живут не столько по законам науки, сколько по законам своих убеждений. Разные убеждения придают разный смысл пригодности материальным образованием. Можно поспешить лететь на самолете, чтобы нести кому-то радость и облегчение, но можно поспешить, чтобы навредить кому-то. Виной будет не самолет, не мобильник, не компьютер, не автомобиль и так далее, а страсти и убеждения. Страсти и убеждения могут быть чистыми и возвышенными, а также низменными и недостойными человеком. Что есть духовность, что есть духовная жизнь. Я не осмелюсь дать вам определение этих понятий, а могу лишь поделиться своим субъективным пониманием их. Духовность есть некая целостная система таких составляющих, как чувство, возвышающее человека, любовь безусловности, доброта безусловности, совесть, справедливость без пристрастий, сопереживание, сострадание, красота и так далее и тому подобное. Мысли, возвышающие и облагораживающие человека, мысли светлые, направленные на благо и созидание, а не озлобляющие и разрушающие. Ответственность за свои мысли, за свою речь, за свои поступки, единение в человеке сердца и разума, вера в Творца. Можете дополнить этот перечень составляющих духовности. Духовная жизнь это вся деятельность человека в своем внутреннем мире, где строятся планы на будущее, где совершаются деяния, где складываются отношения, лелеется совесть, чувство любви и так далее. Еще раз говорю, что это фрагмент текста, полный текст вы можете найти в посуде. Обратите внимание на выделенные фрагменты. Опираясь на них, обучающие легко сформулируют, во-первых, проблему, проблема сути духовности, что такое духовность, позиции, которая четко дана Аманашвили. Духовность это совокупность многих качеств, возвышающих человека, направляющих его деятельность на благо и созидание. И опираясь на позицию, можно понять, какие мысли иллюстрации приведут от проблем к позициям. Если духовность, читаем мы в К3, это совокупность многих качеств, то изначально задается вопрос уже в комментариях, что входит в понятие духовность. Дальше, какие качества характеризует духовная личность. Если у нас в выводе есть, речь идет о том, что духовный человек свою деятельность направляет на благо и созидательность, тогда и вторая мысль иллюстрация будет связана с тем, с ответом на вопрос, на что направлена жизнь человека духовного. Вот так можно в публицистическом тексте, опираясь на публициста, на самого публициста, определить и проблему текста, и позицию, а исходя из этого уже выбрать те мысли иллюстрации, которые мы можем четко прописать в комментариях. Итак, комментарии. Комментарии я предлагаю сегодня по тексту Олега Пташкина, тоже известное телевидение, также взят из этого же сборника. Каково влияние телевидения на общественное сознание и отдельно взятого человека? Именно этот вопрос интересует Олега Пташкина. Понять проблему помогут авторские рассуждения о роли телевещания в современной России. Публицист считает, что телевидение в том виде, в котором оно существует сегодня, производит бесполезный, а зачастую опасный продукт. Олег Пташкин обращает внимание читателей на то, что эфиры каналов переполнены антиобщественными и низкопробными программами, а те немногие полезные и значимые передачи являются, к сожалению, извоем их программной сети. Не выполняя просветительской задачи, телевидение формируется, горечу замечая публицист, человека, потребляющего, близких, родных, свою страну все равно. Вовсе не случайно Олег Пташкин призывает людей, создающих программы, ответственно подходить к содержанию передачи. Телевидение заставляет верить тому, о чем говорят, что показывают в той или иной программе. Следовать определенным трендам, формирующим человека с примитивными жизненными позициями. Обратите внимание на выделенные слова. Именно эти словомаркеры помогли обучающимися создать свою первую мысль, о которой он пишет. Если у нас вопрос, каково влияние на общественное сознание отдельно взятого человека телевидения, то данная мысль как раз таки говорит о влиянии на отдельного человека. Отсюда и вывод первой части, первая микротема. Телевидение формирует человека с примитивными жизненными ценностями. Второй пример связан уже с обществом и воздействием телевидения на общественное сознание. Обратимся к нему. Кроме того, очень тревожно звучит мысль автора о том, что современные передачи не только формируют образ жизни отдельного человека, но и влияют на общество в целом. Говоря об этом, публицист утверждает, что это грозное оружие массового поражения. Своё жёсткое, но справедливое обвинение он подкрепляет примерами. Телевидение формирует образ алчного человека, единоличника, который не отождествляет себя семьёй, нацией, страной. Автор не на шутку встревожен тем, что бестолковые говорилини, отнимающие часы у зрителей, безнравственные тренды направлены на манипуляцию общественным сознанием, а это уже грозит духовному обнущению целой эмоции. Итак, автор этого сочинения обращая внимание на проблему и позицию автора, нашёл две мысли иллюстрации, два примера иллюстрации, которые подтверждают влияние телевидения на человека и на общество. Кроме того, это пример того, насколько интересно можно использовать и обращение к тексту, разные случаи, ну, может быть, кроме как указания на номера предложения, всё остальное здесь представлено. Если посмотреть на внимательно на этот текст комментария, то мысль после, вывод после первого примера иллюстрации и вывод после второго примера иллюстрации составляет авторскую позицию. Позиция Олега Пташкина очевидна. Он считает, что телевидение имеет огромное влияние на разум людей, оказывает негативное воздействие как на отдельного человека, так и на общество в целом. Личность деградирует, не способна анализировать получаемую информацию. Общество духовно нищает, переставая отличать истинное от ложного, вечно от вечного, плавное от второстепенного. Давайте ещё раз сравним уровень работы с публицистическим текстом, представленным у автора и в работе ученика. Итак, вопрос влияния телевидения на общественное сознание. Ответ, то есть К3, телевидение имеет огромное влияние на разум людей и на общество. Отсюда, если посмотреть на выводы в микротемах, комментарии, то как раз таки, взяв за основу выводы каждой из микротем, можно получить авторскую позицию. Ещё раз, телевидение заставляет следовать определённым трендам, формирующего человека с примитивными жизненными ценностями и грозит духовному обмещанию целой нации. И всё это видите в той самой позиции, которая была заявлена Олега Ташкина. Тенденция к художественному стилю речи во время, к художественному стилю, во время представления вариантов тестов и текстов на экзамене, конечно, сегодня велико. Поэтому давайте обратим внимание действительно на тексты художественного стиля. Художественная литература, в отличие от публицистической, создаёт, конечно, правдоподобный, но вымышленный мир. Автор уже словами рисует и образы, и картины, и мысли, и поступки для того, чтобы дать возможность читателю представить описанное событие, передать свои эмоции, вызвать какие-то ответные чувства, переживания, сопереживания. Автор, как правило, не даёт прямых оценок тем событиям, о которых говорит. Поэтому читатель должен выявить мысль автора, мысль писателя. это очень сложно. Отсюда много ошибок при определении, к сожалению, и проблемы, и той части комментария, которые бы могли эту проблему уже обозначить. Логика комментариев художественного стиля несколько иная. Мы должны уточнить, какую конкретную ситуацию воссоздаёт автор, на каком материале он рассматривает эту проблему, как оценивает поступки героев, их диалоги, их монологи, их реплики, с какой целью даже был написан текст, очень важно, и над чем заставляет задуматься, какие выводы помогут им делать. Опять-таки, однако, как и в подходе к публицистическому стилю речи, мы должны понимать, что комментарий представляет собой логический переход от формулировки проблемы к изложению авторской позиции по данной проблеме. Важно помнить, если мы говорим, что делают герои, это пересказ, которого не должно быть в комментарии. Если мы говорим, что делает автор, а главное, зачем он это делает, это уже комментарий. Комментарий должен отражать ход мысли автора исходного текста, который приходит от проблемы к авторской позиции. Чтобы не возникли в комментарии речевые ошибки, связанные с повтором слова автор, его можно заменить по-разному. Публици журналист, если текст публицистического стиля речи. Писатель прозаик, если текст художественного стиля речи. Еще у нас есть местоименная замена, фамилия, имя, отчество автора. Однако помним, повествование от первого лица композицию художественного произведения может указывать только на образ рассказчика, но ни в коем случае не автора. Это ошибка. Какие же вопросы помогают написать комментарии к проблеме художественного стиля речи? Я обращусь к тексту Сергея Вородина «Беженка». На каком материале рассматривается проблема? Это тот самый первый вопрос, который мы задаем себе, когда читаем любой художественный текст. Писатель раскрывает проблему на примере встречи рассказчика с пожилой женщиной. Каково отношение автора рассказчика к поступку героя или героев в зависимости от текста? Автор искренне сочувствует героине, ставшей в мирное время беженкой, ни одной из дочерей не нужной. Какие мысли и чувства героя имеют особое значение? Очень горько звучат слова старушки, рассказывающие о своей жизни в доме то одной, то другой дочери. Автор передает целую гамму чувств, которые вызвали поступки дочерей в душе матери. Боль, обиду, разочарование. В чем убеждает автор читателя, так автор пытается достучаться до сердец читателей и напомнить каждому из нас о необходимости беречь своих родных, заботиться о тех, кто подарил нам жизни. Обратите внимание на то, что по сути дела эти вопросы и ответы главные на них, это часть комментариев, которые ждут от обучающихся во время ЕГЭ. Что же делает автор? Это, пожалуй, один из самых главных вопросов, которые возникают при написании работы. Автор текста обращает внимание на что-то, вспоминает случай, звучит мысль о чем-то, он подчеркивает, опровергает, анализирует, проводит параллель, проводит аналогию, рассматривает, сопоставляет, сравнивает. Очень много глаголов, которые помогут ребятам организовать свою работу, свой комментарий. Итак, возьмем художественный стиль, текст художественного стиля речи, это Юрий Нагибин, это «Заброшенная дорога», также известный текст, поэтому на слайдах мы его не привыкли. Может ли один случай навсегда изменить жизнь человека? Именно этот вопрос интересует Юрия Нагибина. Понять суть проблемы поможет рассказанный автором истории о событии, изменившем его представление о жизни. В самом начале повествования писатель задается вопросом, насколько реальна была встреча со странным мальчиком, о веянном нежности и печалью нездешности, как маленький принц Экзепери, «Чем же покорил рассказчика тот, кто случайно встретился в глубине леса на заросшем шоссе? Наверное, несвойственным детям взрослости». Именно поэтому автор обращает внимание читателя на не по-детски серьезную работу, которой занимался ребенок, а также на совсем не детские мысли, которыми тот поделился с прохожим. Все дороги куда-нибудь ведут, нельзя дорогам зарастать, без дороги никто никогда не будет вместе. И действительно, только тогда можно встретиться и обрести друг друга, считает Юрий Нагибин, когда будешь защищать дороги от Бурина, не давая им превратить созданное ранее в камне и в ничто. Вот первый пример иллюстрации. Случай, который навсегда изменяет жизнь человека и то, что написал обучающийся о данной проблеме, как раз-таки и говорит. Те самые вопросы, на которые никогда рассказчик доселе не обращал внимания, действительно заставили его задуматься. Обратите внимание на выделенные слова. Они также помогли организовать комментарии. Вторая мысль, второй пример. Комментария продолжения этого же сочинения. Кроме того, важна мысль автора о том, что рассказчику понадобилось много времени, чтобы осознать все слова, сказанные ребенком. Не сразу проникся он в философии дорог. Однако нечаянная встреча сильно повлияла на сознание уже взрослого человека. Писатель подчеркивает, насколько необходимо, не щадя себя, очищать дороги, ведущие к разным людям и близким и далеким. Нельзя давать сорнякам, уверен он, заглушать тропы и тропинки прежде всего в своем сердце. Убежден автор и в другом. Для встречи мало работы одной души одного человека. Необходимо, чтобы всякий раз с другого конца дороги начиналось встречное движение. Эта мысль, родившаяся из нечаянной встречи на заросшем шоссе, по-новому осветила жизнь, заставила задуматься о том, как не потеряться в этом мире. Таким образом, позиция Юрия Нагибина очевидна. Он считает, что иногда одна случайная встреча способна навсегда изменить представление человека о себе и мире, в котором ты живешь. Вот таким образом, опираясь на текст Юрия Нагибина, ребенок создал такой комментарий, потому что действительно и первая и вторая мысль данного комментария подсказывает выход на позицию. Насколько одна встреча, случайная встреча может изменить представление человека и о себе, и о мире, в котором он живет. Хотелось бы еще раз обратить внимание на те типичные ошибки, существующие до сих пор в работах ребят. Несоответствие комментария той проблем, которая была сформулирована. То есть комментария, по сути дела, нет. Подмена комментария пересказом содержания текста, либо какими-то околотекстовыми рассуждениями, не связанными с теми примерами иллюстрации, о которых мы говорили раньше. Чрезмерное цитирование, а также замена комментария текстом рецензии задания номер 25. Отсутствие примеров иллюстраций, важных для раскрытия проблемы. Комментарии действий героев текста, которые зачастую также сводятся к пересказу. И, конечно, различения понятий автор и рассказчик. Также хотелось бы обратить внимание на многочисленные шаблоны, которые существуют в сети интернета. Эти шаблоны не имеют ничего общего с требованием к комментарию. Я не буду читать полностью, обратите внимание, например, на второй абзац. Автор предстает передо мной умелым писателем. Его речь проста и доступна, рассуждение понятно. Никакого отношения к тексту данные слова вообще не имеют. Мы комментируем проблему текста, а не говорим о том, насколько умелым или неумелым представит автор перед пишущими. Мало того, здесь советы. Значит, автор рассуждает, рассказывает о... и в скобках равняется пересказ. Еще раз, пересказ это не комментарии. Еще советы из интернета. Вопрос обозначь проблему. Никого не может оставить равнодушным. Писатель рассуждает неотстраненно, чувствуется его заинтересованно. Опять-таки, мы говорим о тексте, о том, что делает автор для того, чтобы раскрывать проблему, а не характеризуем творчество того или иного писателя. Его манера письма эмоциональная, волнованная или не эмоциональная. Нам главное, насколько человек пишущий понимает проблему, которая поднимается в тексте, насколько он умеет найти раскрытие этой проблемы в самом тексте. Хотелось бы обратить внимание еще на так называемые ложные комментарии. Вот один из них. С одной стороны, будто бы пишущий заложил мысль, как в любом построении текста. Дмитрий Сергеевич Лихачев подчеркивает, что не менее важную роль в привитии ему любви к чтению сыграли его родители, которые любили читать вечерами. Дальше должно быть развитие мысли. Однако обучающийся развивать мысли не умеет, поэтому он крутит одни и те же слова. И речь идет даже в этом случае не о количестве речевых ошибок, а о том неумении, непроявленном умении строить комментарии. Одни и те же фразы, одни и те же слова, которые просто выкручиваются для того, чтобы, ну, наверное, собрать побольше предложений. Читая своим детям слух, они приобщали их к чтению. Публицесс отмечает, что все, что нравилось им, постепенно начало нравиться и нам. Начинала. Таким образом, автор уверен, что смотря на родителей, на то, с каким интересом они читают, он полюбил литературу, еще будучи ребенком. И зачин есть, и вывод есть, а как раз-таки центральная часть отсутствует, поэтому этот комментарий несостоятельный, он не отражает логику авторской мысли. Вот еще один ложный комментарий. Это вот текст Дмитрия Сергеевича Лихачева. То, что сделал обучающийся, он вел вводные слова, выделенные жирным шрифтом. По мнению автор, уверен Лихачев, кроме того, публицист убежден. Все, все остальное просто-напросто переписано из авторского текста. Конечно, никто не предполагает, что сочинение на ЭГЭ это способ переписать красиво или некрасиво у кого как получается авторский текст. Все-таки анализ здесь отсутствует. Нет умения сжимать, нет умения обобщать, поэтому нет умения писать комментарии. Или вот еще один ложный комментарий. Понять суть проблемы поможет рассказанная автором история о девушке Катя, которая каждый день ждала ответа от Трафкина. Действительно, девушка один за днем наделась услышать голос своего любимого. Катя Катя целый день пережимала куху-трубку рации, ей мерещились какие-то странные сны, видения. Несмотря на все ужасы войны, Катя верила, что Трафкин жив. Таким образом, Казакевич дает понять своим читателям, что надежда это единственное, что остается у людей в годы войны. Все то же самое, как будто бы и есть заявка на развитие мысли. Девушка, ожидающая ответа, волнующаяся, переживающего, вывод есть, надежда важна в годы войны, однако развитие мысли не произошло. А раз не произошло развитие мысли, в случае также комментарий оказался несостоятельным. На что бы еще хотелось обратить внимание, это на логику изложения материала. Зачастую обучающиеся увлекаются написанием работы, и если еще первый пример иллюстрации в какой-то степени соответствует проблеме, то второй уже отходит от проблемы. Вот пример именно такой работы мне бы хотелось показать. Итак, опять-таки Олег Пташкин, проблема, можно ли телевидение назвать оружием массового поражения, позиция его такова, он считает, что современное российское телевидение, переживающее острейший кризис, негативно влияет на мировоззрение, мироощущение каждого человека и общество в целом, формирует ложные ценности, а поэтому, к сожалению, является оружием массового поражения. Смотрим, что пишет ребенок в первой мысли. Вовсе не случайно публицист акцентирует внимание читателей на антиобщественных передачах, многочасовых трешах, криминальных программах. По мнению автора, телевидение, создавая моду на бездуховность, аморальность и алчность, формирует человека, потребляющего, и потребляющего, к сожалению, то, что видит на экране. Так Ташкин убеждает читателя в том, что телевидение пагубно влияет на людей, воспитывает поколение обыгвателей и потребителей, лишая возможности развиваться. Если уже еще первая мысль говорит о том, что действительно это вредно, то вторая мысль, обратите внимание, обыходит за пределы обозначенной проблемы. Соответственно, как вторая мысль иллюстрации, как второй пример иллюстрации засчитан не может быть. Но автор видит выход из создавшейся ситуации и утверждает, что единственным верным решением проблемы является просвещение. Ведь именно просвещение, убежден публицист, откроет новые горизонты для развития общества. Это новая проблема, это пути выхода из того острейшего кризиса, в которой находится сегодняшнее наше телевидение. И она ни в коем случае не раскрывает проблемы, она может быть частью какой-то мысли, несколько перестроенной, но не отдельным примером иллюстрации. Таким образом, в этой, казалось бы, неплохой работе будет засчитана только первая мысль, вторая выходит за пределы рамки, не выходит на проблемы, не выходит на позицию автора. То есть логически оно не выстраивается это сочинение. Так, я еще раз хочу обратить внимание на то, что помогает нам всем учителям вместе построить свою деятельность таким образом, чтобы было интересно, чтобы было увлекательно, чтобы был материал, который мы сами составляем, работаем, определяем. Это и сочинение на ИГ, это и 25 тренировочных материалов, это и подготовка к литературному декабрьскому сочинению и средства выразительного Я пока работала сейчас, обращала внимание на те вопросы, которые вы задавали. Первый вопрос был связан не с комментарием, а с аргументацией. Можно ли в качестве аргумента приводить фильмы художественные? Да, можно в качестве аргументов приводить художественные фильмы, нужно только помнить, что это будет жизненный опыт, а не как литературное произведение. Даже если это фильм был создан на основе литературного произведения. Если был создан на основе произведения, так может быть проще назвать произведение, тогда это будет литературный аргумент. Еще есть вопросы? Друзья, я поступил вопрос, видимо, это не вопрос, а какой-то может быть комментарий. Здравствуйте, мы считаем за этическую ошибку, если ученик пишет в тексте Солоушина, например, то есть пишет без инициалов. Это действительно можно считать этической ошибкой или лучше, конечно, их указывать? Естественно, что нужно указывать. Объем у нас в нормах этические ошибки это агрессия речевая. Насколько здесь проявляется речевая агрессия, то сомнительно. Однако, конечно, приучить ребенка к тому, что ты работаешь по тексту Владимира Соловуфина не указать, если у них это известно, понятно, у них написано, это просто наша задача научить их правильно делать. Однако, в нормах у нас написано, что этические ошибки это речевая агрессия. Все-таки это не является речевой агрессией. Скажите, пожалуйста, комментарии лучше писать в одном абзаце или в двух? Комментарии писать в одном или в двух абзацах на этот вопрос нужно ответить только для личной текст. Иногда тексты настолько монолитные, что искусственно делить их в абзацах эти комментарии нет смысла, это будут логические ошибки. Однако, как правило, и тексты у нас немного абзацные, значит, легко найти два примера иллюстрации, они в любом случае будут разные, тогда и лучше написать два абзаца. Обязательно ли указывать, что текст дан писателю расскажут? Да нет, конечно, я такого не понимаю. Добрый день, обязательно ли нужно указывать имя продюсера, если берешь аргументы, все равно это жизненный материал, это жизненный материал ребенка, он продюсера может не запоминать, в любом случае это не будет литературным примером. Это опять-таки культура обращения с материалом. Если человек приводит пример произведения, фильм, любого, я имею в виду, вида деятельности искусства, это вообще культура отношения к тексту, но если он не привел, он не знает, он не помнит, да ничего страшного в этом нет. Это жизненный опыт. Раскрывая проблему, что значит раскрыть проблему? Это значит привести от мысли автора от проблемы к позиции автора. То есть что он делает для того, чтобы проблема становилась понятной читателю? Это и есть комментарий. Сколько должно быть отзываться в сочинении? Интересные вопросы на самом деле, потому что, ну как бы понятно, если мы первым образом, первое, что мы делаем, мы определяем проблемы, это уже первый обзор. А дальше мы пишем комментарии, опять-таки в зависимости от того текста, мы уже говорили, это один или два абзаца, мы будем считать уже где-то три. Позиция автора четвертый абзац, собственная позиция и два аргумента, это что пятый, шестой, и седьмой выходит у нас вывод, общий вывод по всей работе. Это вот схематично, никто абзац до такой степени. Существует логика сочинения. И в зависимости от заданности ребенком, обучающимся этой логике, у нас выходит количество абзацев. Потому что, ну вот так, тексты разные бывают, и построение текстов тоже разное. Да, совершенно верно, сколько у нас критериев, столько абзацев, примерно, так оно и есть. нет, еще раз говорю, аргументы, приведенные из кинофильма, неравноценны аргументом пятых из художественной литературы. Это жизненный опыт. Это то, что прошло через сознание ребенка, поэтому это жизненный опыт. Я что там, я не поняла. Класс, кучка для передачи знания. Честно говоря, я не могу пожаловаться на своих обучающихся и по поводу уровня чтения. Да, конечно, приходится, как и всем, нам заставлять что-то перечитать. Никогда не даю перечитывать чью-то интерпретацию. Всегда говорю, на какие проблемы. Лучше прочитать, какие произведения. Мало того, мы сейчас работаем, например, по теме науки с разными проблемами. Многие произведения дети сами называют те, которые они сегодня читают и действительно интересны. Поэтому я не могу на своих обучающихся пожаловаться ни в коем мире. крик душе. Да, конечно. У нас в критериях заявлено либо два литературных и мы получаем три балла, два из художественных литературных, либо один жизненный, один литературный. Это все равно три балла. А вот два жизненных минус один балл, то есть два балла из трех возможностей. Всего доброго! Желаю больше сил для того, чтобы завершить учебный год и подготовить всех тех, кто хочет готовиться, тех, кто не хочет готовиться к единому государственному экзамену. Всего доброго! субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok